Привет! Вы смотрите очередной выпуск тележурнала Виртуальный мир на ТНТ Онега. Несколько лет назад американский изобретатель Пол Во подарил миру мук-гитар. Электрогитару, которая не просто управляет электрическим сигналом, исходящим от струн, а непосредственно манипулирует движением самих струн. Магнитное поле пульсирует в такт со струнами и нота звучит столько, сколько нужно бесконечно. Но это было почти пять лет назад. Теперь Пол Во сделал то же самое с акустической гитарой. Затем, скорее всего, последуют аналогичные модификации прочих струнных инструментов. Можно говорить о том, что изобретен принципиально новый акустический инструмент. Секрет в устройстве Во 96, которая работает от батарейки. Оно меняет не звук, уже изданный инструментом, а само звучание гитары. Господин Во называет это технологией управления колебаниями, поскольку устройство физическим образом меняет вибрацию струн. Музыканту доступны 16 гармоник для каждой струны, то есть 96 для всей гитары. 96 дискретно контролируемых гармонических каналов. Как видим, любителей исследовать возможности музыкального инструмента ждет незабываемое бесконечное приключение. Остается дождаться момента, когда изобретение выйдет из стадии прототипа. Участники проекта Ubuntu анонсировали одноименную операционную систему, оптимизированную для использования на устройствах с сенсорным экраном. Среди особенностей платформы с Винукс названы многозадачность, возможность работы с несколькими пользовательскими аккаунтами, гибкие поисковые средства и оригинальный интерфейс. Операционная система подходит для установки на устройство с диагональю сенсорного дисплея от 6 до 20 дюймов. Для управления основными функциями задействованы боковые панели, появляющиеся с различных сторон экрана. К примеру, через левое поле можно получить доступ к часто используемым приложениям, а через верхнее — к системным сервисам, настройкам, уведомлениям и инструментам поиска. Допускается запуск сразу нескольких приложений, при этом их окна могут располагаться рядом, избавляя пользователя от необходимости переключения. Ubuntu для планшетов позволяет создавать несколько защищенных учетных записей пользователей. Посторонние смогут получить доступ к компьютеру через гостевой аккаунт. И еще анонсировали гибко настраиваемый домашний экран, интеграцию с социальными сетями и галерею для организации мультимедийных материалов. Ожиданию поклонников серии Metal Gear пришел конец. Metal Gear Rising — сюжетное ответвление основной серии уже в продаже, в том числе и в России. Платформы новинки PlayStation 3 и Xbox 360. Разработкой, напомню, занималась студия Platinum Games. На западе игру выпустила издательство, известное как Konami. В игре вам расскажут историю некоего Райана. Герой работает на частную военную компанию, обучает наемников и охраняет всяких випов. Но однажды все портит вмешательство другой компании, мало чем отличающейся от обычных террористов. В общем, у Райдена появляется повод для мести. Если вы все еще решаете, стоит ли Revenge's покупки, загляните в сети Xbox Live или PSN и загрузите демо-версию. Она познакомит вас с главным героем, обучит азам управления и представит некоторых врагов. О бенефициях и преференциях в ракурсе цифровых технологий городского и даже республиканского охвата наш следующий короткий обзор. Качественный, высокоскоростной доступ в интернет плюс радующее количеством и разнообразием каналов цифровое телевидение – вот две веские причины стать абонентом сети Сампору. Туда же запишем приятные бонусы и подарки, время от времени, но регулярно раздаваемые провайдерам, крупнейшим в Петрозаводске и Карелии, между прочим. А еще с нового года наш тележурнал и другие программы телеканала ТНТ «Онега» стали доступны абонентам цифрового телевидения от Сампору, что также не может не радовать. Подать заявку на подключение к компьютерной сети можно, например, по телефону 59-24-24. Более подробная информация на сайте провайдера по адресу sampa.ru А на сегодня, пожалуй, все. Увидимся ровно через неделю. Там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока!